Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана разрушены. Это проявление исламофобии, азербайджанофобии и вандализма. Об этом на встрече с генеральным секретарем Организации Исламского Сотрудничества заявил президент Ильхам Алиев. Посещая с визитом освобожденные территории, иностранные журналисты и дипломаты воочию видят, это не результат Первой Карабахской войны, а последствия армянской оккупации, подчеркнул глава государства. На этих землях была проведена политика, намеренно проводимая с целью стереть азербайджанское и исламское наследие на исторических землях Азербайджана и изменить их происхождение. После члены контактной группы по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта недавно побывали на освобожденных от оккупации территориях. И увидели это своими глазами, и выступили с открытыми заявлениями. Мы хотим, чтобы весь мир увидел это и понял, что предпринятые нами шаги были правым делом, опирались на международное право, устав ООН, наше право, самооборону. Как отметила глава государства, оккупация причинила страдания более миллиону азербайджанцам и привела к полному разрушению азербайджанских городов и сел на ныне освобожденных территориях. Конфликт был разрешен Азербайджанам в одностороннем порядке. 44-дневная война положила конец продолжавшейся почти 30 лет оккупации азербайджанских земель. Восстановив справедливость, Азербайджан приступил к восстановлению освобожденных территорий. Армения не предоставила нам карты минирования. Это еще одно военное преступление, несмотря на то, что после окончания войны прошли месяцы. Они продолжают эту политику против азербайджанцев. Но мы сделаем все необходимое. Идет процесс разминирования. Мы уже планируем работы по реконструкции. В настоящее время идет процесс подготовки генеральных планов городов, сел. И, конечно, мы хотим, чтобы наши братья из исламского мира приехали и увидели, что они сделали с нашим историческим наследием, а также процесс реконструкции. Азербайджан и его справедливой борьбе поддержали ряд стран и международных структур, в их числе и организация исламского сотрудничества. По словам генерального секретаря ОИС, мудрость и рассудительность президента Ильхам Алиева принесли свои плоды, и вопрос, волновавший Азербайджан на протяжении не одного десятилетия, нашел положительное решение. Это было правым делом. Земли были вашими, международное право находилось на вашей стороне. Организация исламского сотрудничества была рядом с вами, и ее резолюции поддерживали вас. Регулярный диалог и визиты руководителя ОИС в Азербайджан демонстрируют высокий уровень отношений между сторонами. За исключительный вклад в развитие сотрудничества между Организацией исламского сотрудничества и Азербайджаном президент Ильхам Алиев наградил генсека ОИС государственным орденом ДОСЛОГ. Эльнар Алиева, CBC. Субтитры создавал DimaTorzok